И да, если кому-то интересно, я думаю, что это может быть действительно кому-то интересно. Я учился у Соколова, в том числе того самого знаменитого Олега Соколова, который нынче сейчас подозревает в убийстве Анастасии Ещенко. А что ты учился? Типа писал у него диплом или что? Нет, я у него не писал, я учился у него. То есть у меня были несколько лекций, которые он читал, я должен был приходить на его поточные пары. Ну, а как, вот это правда интересно, как он был типа как лектор, ну вот это интересно? Соколов, он это интересный и весьма так вовлеченный в свою работу лектор, но проблема в том, что когда человек увлекается, он неизбежно как бы съезжает с катушек, ну, когда вы очень далеко увлекаетесь своим делом, и вы становитесь весьма жестким и требовательным типом. Вот он именно такой тип, который не терпит от вас слова нет, тип, который жестокий весьма, требовательный очень. И этот тип не тот, с кем бы, наверное, вместе бы похлебали суп, если так выражаться. А, типа, вот у него были очень эмоциональные такие лекции, это правда? Только на записи он был такой или он всегда вот так? Да, вот когда вы видите на записи, да, человек на записи на самом деле совершенно другой, чем он в реальной жизни. И даже то, что мы сейчас делаем в стриме, мы совершенно другие в реальной жизни, чем те, которые на стримах. Это совершенно правильно. Тоже верно и про Соколова. На сцене вы действительно другой человек. На сцене вы играете определенную роль даже. Ну, мы понимаем, что до известной степени Соколов в этой роли даже заигрался, потому что приходил в нашей лекции в костюме, например, генерала Наполеоновского. А иногда даже просто в костюме Наполеона. Ну, ладно бы он приходил в костюме Наполеона на лекцию про Наполеона. Но он приходил не на лекцию Наполеона. В этом уже чувствовалась вот эта характерная изюминка страха, подозрений. Вы с человеком, который, возможно, все эти шоу и ППШ состоит, вам пора сматывать удочки. Поэтому у нас следующие лекции, которые были по выбору, я на него не ходил. Ну, выбрал другие курсы, какие альтернативные. Давайте вернемся к Соколову, тем более, что наши уважаемые зрители не спрашивают про это. Их всегда двое, как нам написали в чате, учитель и его ученик. Но, как спросил Мейс Винду у магистра Йоды, но кто был все-таки учитель или ученик? Так вот, Соколов, если вам интересно, действительно весьма жесткий тип. Серьезно, очень брутальный и в общении крайне специфический. Он умеет под запись писать лекции и действительно неплохо говорит. Он реально зажжен своей темой. Он всех пытается заразить впечатлением, обаянием наполеоновской эпохи. Но он становится заложником собственного имиджа, что называется. Когда вы долго и упорно исследуете какую-то тему, вы неизбежно начинаете ломать критику. Вы неизбежно становитесь заложником источников, которыми работаете. Вы иногда не принимаете критические возражения коллег на свой адрес. В итоге скатывается к тому, что вы внезапно находите студентку, которую расчленяете у себя в собственной квартире. Собственно, это не первый случай, когда студентки конфликтовали с Соколовым. Я думаю, что если бы Соколов предпочитал не только студента, конфликтов у него было бы предостаточно. Но говоря вот о Ещенко... Не только студенток, в смысле, что имеется в виду? Ну, то есть, если бы Соколов докапывался бы до своих учеников не только женского пола настолько сильно, сколько бы до Ещенко. В таком случае жалоб на Соколова было бы больше. Увы, в историке идет не так много девиц. Что значит? Я сейчас честно ничего не понял. Что значит докапывался до Ещенко? Если бы Соколов имел предпочтение докапываться не только до девушек, но и до мальчиков, я думаю, что жалоб было бы гораздо больше, потому что наш, увы, исторический факультет не блещет прекрасным полом. А, так надо было... Ну, это не факт на самом деле, потому что... Я, собственно, учился на этом факультете, поэтому я знаю. Но это не в упрек никому будет сказано. Просто я сам знал Ещенко, я с ней общался. Это не тот человек, которому... Сейчас вы прочтете где-нибудь в интернетиках, мол, люди какие-то, знаете, совершенно поехавшие по взглядам, то есть полностью верившие Соколову. Все, кто шел с Соколовым, это люди, которые хотели делать карьеру, потому что Соколов – это имя, о котором, ну, скажем, имя, которое точно никто в сообществе не пропустит. Это пропуск в массы, это слово решающего такого арбитра, это слово непоследнего человека в своей среде. Если он дает рекомендацию на вашу научную статью, ну, к примеру, это значит, что вы вполне себе продвинетесь. Поэтому дружить с Соколом или не дружить – это не вопрос ваших симпатий, если вы занимаетесь историей наполеоновского периода. Это вопрос науки. Если вы готовы идти ради науки по такому пути, Соколов – ваш друг навек. Ну, тут у нас черный юмор идет, да, что Соколов, он докапывался до Ещенко, а в итоге и закопать ее не смог. Ну, это все, конечно, специальная история, да. Собственно говоря, это было несколько иным образом. То есть она писала у него статью и научную работу, они вместе писали какую-то монографию, нет, ошибаюсь, статью какую-то они писали вместе. Собственно, из-за этого много раз они коллективно, то есть визировали свои работы, закрепляли, анонсировали друг друга, то есть цитировали. Это все нормально, нормально, когда это не перекроет границы. У нас есть прекрасный человек, его зовут Павел Александрович Кротов, он ведет историю Петровского периода, это охрененный человек, он может, я рекламирую, то есть СПБГУ, чтобы вы поняли, да, поступайте в СПБГУ, лучший вуз на планете Земля. У нас есть профессор Павел Александрович Кротов, который сразу после убийства Ещенко заявил, знаете, это нормальный практик, да, профессор имеет интимный связь со студенткой. Я вот был женат три раза на трех студентках своих. Этот прекрасный человек ввел у нас историю Петровского периода. Правда, я не уточнял, был ли он женат три раза на трех студентках одновременно, имел ли он трех жен, и был бы он сразу тройной красотой окружен. Но даже если не так, это здоровский парень, он убивал себя, воображая герцогом Бероном, когда мы проходили дворцовые перевороты. Это шиз, это прелесть, это ППШ, как нам сейчас говорят в чате, это прелесть, он убивал самого себя топором, который принес к нам на урок, будучи жертвой Берона и самим Бероном, понимаете, это прелесть, это за пределами, это нечто великое. Вы начинаете прикасаться к истории, когда смотрите вот на это, да, и вы уже спрашиваете, звать сейчас на бис или не отложку. Вот это вот чувство, когда вы приходите на лекцию, это лекция первая или последняя уже в истории Павла Александровича, ну вот будет это вот или нет, это вот задор, это угар. Вступайте в СППГУ, особенно рекомендую исторический факультет. Если вы не увидите слово исторический факультет, погуглите просто исторический институт, он сейчас так называется. Там лучшие люди, там самый, там подбор подбора идет. Я воспитывался у лучших. Первый год, кстати, я воспитывался в этнологической кафедре. О, это просто здорово. Правда, ее сейчас, как говорят, реформируют, но я еще до реформы кафедр всех занимался, и там прекрасно новожилов, там бузин. Я ничего плохого не могу сказать про этих людей. Словисты, занимающиеся древностями. Раскопки на Старой Ладоге, ставшие мемом всех студентов ЛГУ, ну а позже СПБГУ. Ты понимаете, когда древнеславянские раскопы, ну с черепками, с ритуальными жертвенниками, языческие еще, как вы понимаете, да, они перекопаны настолько, что поколение студентов, они просто перекапывают, что перекопано было. Они, что называется, закапывают же себя, чтобы следующее поколение студентов откопало их. И вот это вот Старая Ладога, это мистика счастья, это раскопки, например, Выжгородского храма, вот эти вот капища, эти стоянки, это вот Ямпольская, сейчас там Выжгородская Ямпольская, вот раскопы, на которых находят всякие артефакты, которые принадлежат Любической династии. Вот эти вот самые штуки, вот прелесть, понимаете? Если Вы захотите узнать много интересных вещей про наши древности, там лучше кафедры, чем этнология, нету, присоединяйтесь. Казарницкий, замечательный человек, он читал Оуэн Лавджой, человек с фамилией Оуэн Лавджой, это человек, которого точно нужно читать, по крайней мере, потому что его стиль жизни превосходит, он прекрасен. Я читал замечательно на его лекциях по антропологии про эволюцию, он необычайно красиво говорит о ней. Ну, что еще могу сказать? Я был даже, наконец, в довершении всего ШУ и ППШ на экскурсии, точнее, это была не совсем экскурсия, это была поездка, и это была практика, да. Ну, экскурсию я слишком сильно загнул. Мы проводили экскурсии в практике, но я ездил на практику на Ямало, нет, сейчас скажу, на Ганасаном, вот, на Ганасаном, на далекий север, где мы должны были легенды записывать, мифы этих народов, ну, и, собственно говоря, знакомиться с бытом. Эти люди не знают, что такое смартфон, эти люди не испорчены цивилизацией, понимаете? Вы общаетесь с ними, и будто вы общаетесь с герантозавром, выкопанным из какого-нибудь периода, еще до истории, вот, понимаете, вы общаетесь с древним бумером, вот такого, которого из него песок сыпется, он еще не знает даже, что такое телефон. Вы знаете, мы недавно вот сидели с Борисом Сергеевичем Бояшиновым, и у нас зазвонил телефон, и оказалось, что мы оба ходим вот снуки начала нулевых годов, так что, в каком смысле, наши легенды и мифы тоже можно записывать, знаете, мы тоже практически такие вот герантозавры в каком-то смысле. Ну, какого же вы года рождения, чтобы называться герантозаврами, помилуете? Ну, довольно давнего на самом деле, ну, в общем, ладно, ладно, это я просто так понял. Вы помните Астониш? Если вы помните Астониш, значит вы... Да, Астониш. Вам не говорите? О, ясно, молодежь, молодежь, ну и понятно, зумеры, зумеры какие-то, все-все, ясно. Я просто открыл, и тут пишут, что Астониш это чистящее средство для ванной комнаты. Это сейчас он называется чистящим средством. Раньше это было именно, что обувная и обувная одежная, да. Сейчас Астониш в Британии занимается немножко другим, а вот в 40-е годы он занимался штопанем одежды. Сейчас он просто переменил профиль и стал средством для чистки. Ну, потому что текстиль развивался, не все ходить в одном пиджачке, да.